Имеет место при скрининге. Ну вот вы знаете, что существует в мире, существует огромный комитет. Видите, сколько участников в этом комитете. Именно скрининг колоректального рака. Ну, колоректальный рак, я не буду говорить, все прекрасно знаете, что она занимает одно из первых мест. И с каждым годом, наверное, не столько заболеваемость, сколько выявляемость растет с каждым годом. Более того, стопроцентно доказано, что это здорово молодеет колоректальный рак. Если раньше мы у молодых до 30 лет встречали редко, то в последнее время мы встречаем довольно часто у молодых людей. Вот скрининг, дело в том, что это обследование бессимптомных больных. Вот говорят там, уточнение, когда появляются какие-то жалобы, это уже не скрининг, это уточнение диагноза. Скрининг для обследования здоровых больных. Вот это четко надо себе представить. Ну, группа риска вот написана, видите, вот воспалительные заболевания, возраст, аденомы и так далее. Мы очень много говорили. Вот у нас есть такой, наверняка все знают, квакол, который мы проводим уже на протяжении, с 14-го года проводим квакол. И у нас первый этап прошел, второй этап прошел. И надо сказать, что мы научили наших врачей-эндоскопистов работать очень хорошо. Вот мне хотелось бы остановиться на некоторых таких важных моментах, которые вы все прекрасно знаете. Не буду останавливаться на этом слайде. Понятно, что различные поли появляются паритраковыми. А вот хотелось бы остановиться на общих рекомендациях вот этого огромного комитета. Вот обратите внимание. Необходимо развивать и распространять структурированные образовательные программы среди представителей общественных, вот это очень важно, снабженщинских и медицинских учреждений, государственных деятелей и политических. То есть скрининг – это не наша с вами проблема. Это проблема государства. Вот это четко надо понять. Потому что вот мы провели квакол, мы всех научили, и дальше что? Дальше-то выход-то какой? А выход должен состояться в том, что государство должно понимать, что необходимо скрининг. От нас ни в чем же дальше не зависит. Дальше зависит только от, видите, тут прекрасно написано, от политических деятелей. От руководителей нашего здравоохранения. Вот мы вкладываем большое, уделяем большое внимание. Вот европейские рекомендации мы перевели на русский язык. Это все есть у всех. Вы прекрасно знаете, что есть несколько методик скрининга. Сначала выявляется кал на скрытую кровь, а потом проводится кал на скопе. Но последние рекомендации, как европейские, так и американские, не считая, что не обязательно выполнять кал на скрытую кровь. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что опухоль полмиллиметра или полсантиметра, она никогда не даст кровотечения. То есть, когда появляется кровотечение, тоже симптом более выраженного процесса. Ну вот будет гемокульт-тесты, вы знаете, вот первый от киназа, эти тесты вам все играют. Конечно, самое основное, это, конечно, эндоскопия высокоразрешения. Это мы все с вами прекрасно понимаем. Вот мы провели, вот первый этап квакола у нас был. Обратите внимание, 14 центров было, 8 829 пациентов. И вот если вы посмотрите на эти циферки, очень разные были результаты в этих центрах. Вот обратите внимание, видите, где-то аденомодетекторей было 18, где-то 20%, а где-то и того меньше в этих центрах. Мы не говорим, в каких центрах это было. Все это прекрасно знают. Но вот достичь 25%, к сожалению, по первому этапу не удалось. Это все было проанализировано. Было все это проанализировано. И в конечном итоге второй этап квакола показал, что у нас огромное количество центров, выполнено более 22 тысячи исследований прошло. И почти во многих центрах уже аденомодетекторей, она уже достигает 25 и более процентов. Это несомненный успех, который сегодня добились мы с вами. Знаете, но самое главное, самое главное, мы можем долго говорить о скрининге, но самое главное, если мы хотим выявлять ранние раки, я уже об этом в последнее время все время говорю, вы представляете, что если сложить рак пищевода, рак желудка, рак тонкой кишки, толстой кишки, центральный рак легкого, панкреатобилиарную зону, то на сегодняшний день единственный способ диагностики раннего рака остается эндоскопия. В том, ко мне говорили, остается эндоскопия. Более того, мы с вами прекрасно понимаем, что вот именно этот рак можно вылечить, ранний рак. Весь остальной рак можно продлить и так далее, но вылечить практически невозможно. А ранний рак дает 95-98% пятилетней выживания. То есть практически это единственная локализация, которую можно вылечить. Не надо здесь ни химиотерапии, ни рентген терапии, а эндоскопию диагностируем и лечим. И, конечно, это наши с вами огромные заслуги. И вот этот момент как раз должны понимать администрацию, должны понимать онкологи. И в последнее время раньше как онкологи говорили, ранний рак это ваша проблема, это не наша проблема. Помните термин? Маленький рак – большая операция. Но, как показала жизнь, это неправильно. Сегодня ранний рак можно эндоскопически удалять. Больной поступил, сегодня удалили, завтра он пошел на работу. То есть экономический эффект потрясающий. Мы считали, официально считали, что любая малоинвазивная технология на 40-45% дешевле любой открытой операции. Но, к сожалению, как показывает жизнь, что очень выгодно больному малоинвазивные операции, очень выгодно государству. Отсутствие больничных, отсутствие коротких бойкодий и так далее. И абсолютно невыгодно главному врачу больницы. Почему? Потому что за этот короткий промежуток времени больница ничего не покупает, а должна купить аппаратуру и так далее. Поэтому второй момент – это, конечно, мы стремимся к тому, чтобы было совершенно другое финансирование. То есть уже здесь речь идет о страховых компаниях, речь идет о тарифных комитетах, которые имеют в различных регионах страны. Стоимость колоноскопии скрининга колеблется от 2 тысяч, думайте, что это от 2 тысяч до 15 тысяч. То есть видите, какой разнос. А во многих регионах вообще не платят. Так что… И поэтому, конечно, кроме вот таких чисто технических вопросов, самое главное – это подготовка кишки. Вот это один из самых основных моментов. У нас на сегодняшний день существует огромное количество различных препаратов для подготовки кишки. И надо сказать, что многие из них неплохие препараты. Надо, вот как мне кажется, два основных момента необходимых. Первое – это доктор, который назначает препарат, он должен назначать препарат согласно состоянию больного, который имеет кучу сопутствующие патологии, особенно пожилые люди. И второй момент – это чтобы больной абсолютно точно выполнял инструкцию приема препарата. К сожалению, вот этот момент общения доктора и пациента, он практически отсутствует. Потому что у нас получается так – назначает один, готовит другой и выполняет третий. То есть нету вот преемственности. А больному надо четко объяснить цель, задачи, необходимость и так далее. Объяснять можно по-разному. Вот подготовка колоноскопии. Вот общая и местная. Как вы это прекрасно знаете. Вот качество подготовки зависит от очень многих причин. От очень многих причин. Вот что интересует врача. Понимаете? Врача интересует, чтобы кишка была хорошо подготовлена. А что интересует пациента? Пациента интересует в основном то, чтобы он не готовился, чтобы у него кишка была хорошо подготовлена. Поэтому чем меньше пациенту дается всяких вводных, тем пациент считает, что это лучше К сожалению, это не так Но вы все, я не буду на этом останавливаться, все прекрасно знаете задачу врача и задачу пациента Я уже сказал, доктор должен абсолютно четко объяснить пациенту необходимость этого исследования Вот несколько лет назад Евгений Дмитриевич мне рассказал, он был в Лондоне, а там стоит будка, проверяет кал на скрытую кровь И все желающие могут зайти и тут же сделать этот анализ Да, так оно и было У нас, к сожалению, нам рассказывали, что попытались где-то там агитировать за это, а таких чуть не побили Так что это у нас, наверное, не совсем правильно То есть, вот аденома ДТТ в цете 25% У каждого пациента здорового, я подчеркиваю, не больного, а здорового То есть у каждого, по сути дела, четвертого после 50 лет уже имеется основание для выполнения полноскопии Это четко вы должны представить Вот Вся подготовка, самое важное, не в день исследования Должно быть заранее проведены все серьезные разговоры с больным Вы это тоже не буду на этом останавливаться, прекрасно понимаете Вот Что включает в себя диагностическая хромоскопия? Скрининговая, это тотальный осмотр толстой кишки С обязательной фотофиксацией слепой кишки Обязательно хромоскопия В зависимости от, так сказать, вида Обязательно зум, обязательно НБА Обязательно прицельной биопси, если в этом есть необходимость То есть, это не просто визуальный осмотр Это действительно стандартные исследования, которые должны проходить Вот что видит врач в неподготовленной к исследованию к кишке? Ну, слайд удален по эстетическим соображениям Да, что должен видеть в кишке? Вот идеальная подготовка кишки И, знаете, вот я много раз был в Японии Вот там идет 10 человек на колоноскопию 8 подготовлены очень хорошо Двое подготовлены абсолютно идеально У нас идет 10 человек на колоноскопию У 1-3 вообще не подготовлены Еще 1-3 так, соу-соу Ну и из 10-3 человека подготовлены хорошо Идеально это бывает редко Так, чтобы вообще все было И поэтому, конечно, возникает поэтому много проблем То это и пропускается, интервальные раки и так далее и тому подобное Ну вот, учитывая то, что сегодня у нас здесь Мы с фирмой Эпшен проводят это мероприятие За что им огромное спасибо Ну, вы знаете, все знают прекрасный Фортранс Который много лет пользуется, наверное, полмира пользуется этим препаратом Но не стоит на месте, все меняется Вот появился новый препарат Эзиклен У нас, мы пробовали работать на этом препарате И надо сказать, что хорошее впечатление оставляет этот препарат Но опять же таки, это очень важно Еще раз хочу подчеркнуть Важно подобрать группу больных Не всем подряд, а именно подобрать группу больных И четко объяснить пациенту, что необходимо Вот, поэтому Вот в будущем Мне кажется, что Замыкаться на каком-то одном препарате Наверное, это неправильно Доктор, который выполняет колоноскопию Должен иметь большое количество препаратов Назначать в зависимости от той ситуации клинической Какая складывается Вот зум Это я люблю показывать этот слайд Многие уже видели этот слайд И вчера вот Виктор Владимирович показывал нам, что такое зум Это вот повздошная кишка И поэтому этот слайд всегда на администрацию Производит сильное впечатление Вот видите, от ворсинки То есть на сегодняшний день мы можем видеть рак в каждой ворсинке Какой другой метод позволит нам вот это все видеть Никакой другой метод И опухоль, скажем, там 3-5 мм Ну какой нам может дать клиническую картину? Никакую А с момента появления опухоли до ее клинического проявления Проходит 5-7 лет У нас с вами есть терапевтическое окно Вот в эти 5-7 лет мы должны найти это Вот почему цель и задача наша Вот, а когда у человека появляются симптомы То это уже проявление раковой интоксикации, скажем так Я не буду останавливаться на тех классификациях Которые сегодня существуют Вы их прекрасно знаете Вот картинки всех этих Куда, конечно, сделал в свое время переворот в колоноскопии Все это, вы это прекрасно знаете Вот если посмотрите Вот вниз назад Вот видите, вот нижний слайд Нижний слайд справа Вот это опухоль 0,5 мм Это доброкачественная Но она 0,5 мм Вот какую клинику она может дать? Ну никакую, конечно Вот вам прекрасный способ использования зуба Вот Для чего вот эти все Придумана была классификация кода? Да потому что в зависимости от тех находок Мы четко себе представляем Что это за образование Вы знаете, существует много и парийской классификации Четко представляем, что это за образование И самое главное Она нам позволяет выбрать метод Либо наблюдения, либо эндоскопического лечения Либо открытая операция Это очень важный, очень серьезный момент Ну вы знаете, что существует еще Эригоскопия Вот результаты Результаты лечения Смотрите, ранний рак 90-95% Все остальные стадии уже Видите, пятилетняя выживаемость очень маленькая И конечно мы должны стремиться к ранней диагностике Так, сейчас поехали Только что-то назад прошло у меня Извините, я не то нажимаю Ну эндоскопическое лечение вы все знаете Вот и комбинировать обязательно, конечно Сегодня используется особенно рак прямой кишки Химиотерапия, лучевая терапия Это уже специфические методы лечения Проблемы, которые существуют Вот, отбор пациента Государственные программы, как я сказал ДМС, МС, желание пациента То есть все это нам необходимо учитывать И все это мы должны делать И вот те вопросы, которые обязательно должны быть отражены в приказе Я уже об этом очень много раз говорил Кто направляет больного на скрининг Кто покупает тесты Кто оценивает эти тесты Это все должно быть четко прописано Не просто вот будем проводить скрининг И дальше что А при проведении возникает огромное количество вопросов Которые четко должны быть прописаны в приказе Кто направляет на колоноскопию Кто готовит колоноскопию Кто покупает Кто оплачивает, скажем Препараты для подготовки кишки Кто оплачивает колоноскопию То есть вопросов много И они должны четко оговорены быть в приказе Тогда скрининг пойдет А если скрининг пойдет Это все остается только на уровне разговора Поэтому я еще раз заканчиваю свое выступление Конечно это не эндоскопистов поликлиники Это еще раз подчеркиваю Это государственная проблема И наше общество делает огромное И старается И с гастроэнтерологи Сейчас должны выйти методические рекомендации По скринингу Под редакцией Ивашкина Где мы писали огромный раздел По колоноскопии и так далее То есть все время мы стараемся Чтобы это была государственная программа Вы слышали, что собирается Организовать Я уже говорил тут вот на Кваколе Организовать 100 диагностических центров Онкологических диагностических центров У нас в России почти 90 регионов страны Это в каждом регионе один центр Но извините, бред какой-то Представьте себе Вот я привожу пример Красноярск От Северного Ледя и Токеана До южных границ нашей страны Это Красноярск И в Красноярске один центр И человек из Норильска будет лететь Три часа только на самолете в Красноярске А сегодня у нас в России Более 5000 эндоскопических отделений Кабинетов Которые приближены к населению Вот где надо проводить скрип А то получится так, что вот эти 100 центров Они оснастят хорошие аппаратуры И вся остальная эндоскопия Останется ни с чем Вот же о чем идет разговор То есть на сегодняшний день мне кажется Что администрация, она неправильно поняла То, что сказал наш президент Президент сказал Продлить жизнь Увеличить продолжительность жизни И улучшить диагностику Лечения онкологических заболеваний То есть мы должны мобилизовать Все эти ресурсы, которые сегодня есть в стране А не создавать какую-то новую систему Которая неизвестна Как еще будет работать Вот в Москве создан колл-цент На 14 тысяч звонков в сутки Классно, правильно? Вот человек с Якутии звонит в этот колл-центр А ему говорят Мы вас запишем через два месяца К Виктору Владимировичу на колл-наскопию Нормально Не запишите, да? К вам не запишут Только по блату Понятно Но вот некоторые предлагают Некоторые предлагают Что надо проблему решать Знаете, вот есть такое выражение ЖЗЛ, да? Жизнь замечательная Только не жизнь Немножко по-другому На замечательных людей Вот когда он заболеет Так тогда можно через это место Решить проблему Это неправильный подход Это должен быть государственный подход К этой проблеме Вот, поэтому И более того Самое основное Ни в одной онкологической программе Которой сегодня у нас в стране Пытаются создать Нет такого понятия Как профилактика рака Вот ни в одной программе Нет такого понятия Это мы с Владимиром Трофимовичем обсуждали Я даже написал докладное У правительства Что такое профилактика рака Это не пить, не курить, не гулять Как думают Или там не курите 15 метров от подъезда И у вас рака не будет Ерунда это все А профилактика рака Это конкретная задача Это своевременное выявление И правильное лечение Предраковых заболеваний Если это касается верхних отделов Это определенные виды гастритов Язвенная болезнь Адематозная болезнь Если это нижнее отдел Это та же самая Адематозная болезнь Воспалительные заболевания Вот это и есть профилактика рака То есть их надо своевременно выявить И абсолютно правильно лечить Тогда мы получим соответствующий результат Ну и заканчивая Я могу сказать Что только объединив все наши усилия Мы можем решить эту проблему Нас как специалистов А мы умеем Знаем И хотим работать Объединить усилия администрации На любом уровне И только тогда мы можем Решить эту проблему Вот должна быть команда Что за колл-центр? Можете нам рассказать На 14 тысяч звонков Ну это я прочитал Это я прочитал В периодической птице О чем звонят? Нет, нет Ну как Теперь же можно Создавать колл-центры Нет Вообще по жизни Или в медицинском колл-центре? Нет Вот у нас в больнице Создан колл-центр В больнице У нас в больнице При поликлинике Создан колл-центр Там сидит оператор Ему он звонит По этому телефону И просит записать Меня к хирургу И он записывает его То есть они созданы Практически везде Ну и онкологи Вот хотят создать в Москве Колл-центр На 14 тысяч звонков в сутки Ну сколько может принять Одна телефонистка? Ну а ты посчитай Сколько должно быть Телефонисток Они должны получать Зарплату Большую Вот и так далее Ну и подобное Спасибо еще раз Я надеюсь Что мы все-таки С вами прольемся Спасибо, Михаил Владимирович Мы сегодня Посмотрим вас С разными аспектами Применения препарата Изеклен Поэтому Господа ректоры Выкладывайтесь Пожалуйста В регламент Итак Первый опыт применения А У нас будет Таким? Женечка Вы будете Да? Все? Уже Установка Значит Первый опыт применения Препарата Изеклен Подготовки Стандартной Декапсулы Комоскопии Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok